Уважаемые коллеги! Ассоциация врачей первичного звена «Серано» вновь приветствует вас на сайте. Сегодня врачу реализовывать профессиональную потребность учиться стало намного проще, ведь все образовательные возможности, включая конференции, лекции, презентации, статьи, теперь есть прямо у вас дома, на компьютере или смартфоне. Цикл вебинаров для врачей первичного звена Ассоциации «Серано» – это уникальная возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не выходя из дома. В 2021 году цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в то же время каждые субботу и воскресенье. В 15.00 начинается курс «Нутрициология», поддерживаемый компанией «Нестле». В 15.30 курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Научный руководитель – профессор кафедры инфекционных болезней Татьяна Александровна Чеботарева. В 16.00 курс «Дентальная имплантация». Его ведут доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16.30 авторский курс «Мини-лекции по кардиологии. Кардиологика» читает председатель ассоциации «Сирано» Власова Надежда Леонидовна. В 17.00 начинается курс «Актуальные вопросы от ориноларингологии». Курс ведут профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. В прошлом полугодии мы провели 9 тематических циклов по 32 вебинара в каждом. Каждые выходные к нам присоединялось более 4 тысяч врачей различных специальностей, которые за свою активность получили более 80 тысяч кодов НМО. В 17.30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии», научным руководителем которого является заведующий кафедрой неонатологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Андрей Леонидович Заплатник. В 18.00 курс «Нефрология», научный руководитель курса – профессор Станислав Викторович Мальцев. В 18.30 курс «Неврология для педиатров», научный руководитель – профессор Валерий Петрович Зыков. Дорогие доктора, мы благодарим вас за интерес к образовательным мероприятиям, которые разрабатываются специально для вас. В 19.00 курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии», научными руководителями которого являются профессора Александр Сергеевич Аметов и Ольга Дмитриевна Остроумова. В 19.30 курс «Избранные вопросы хирургии и урологии», научный руководитель направления – профессор Юрий Юрьевич Соколов. В 20.00 начинается курс по педиатрии «Диалоги с профессором», который ведет профессор, заведующая кафедрой педиатрии Ирина Николаевна Захарова. Дорогие доктора, Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии вместе с нами. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodifissirano.ru До встречи! Глубоко уважаемые коллеги, в государственной системе подготовки медицинских кадров основное место занимает качество ее, потому что от того, как подготовлен врач, будет зависеть качество оказания медицинской помощи и безопасность медицинской помощи. Это обеспечит здоровье нашего населения, и если говорить так уже глобально, то в определенной мере обеспечивает и безопасность нашей страны. Традиционным партнером Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в области организации образовательных мероприятий в системе НМО является Ассоциация врачей первичного звена «Сирано». И мы выражаем глубокую благодарность этой организации за поддержку. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, понимая, что все новое всегда вызывает опасения, трудности, заранее подготовила целую серию таких мероприятий, которые позволят более легко, комфортно практикующим врачам войти в новую систему профессионального допуска. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Здравствуйте, коллеги! Мы продолжаем наш курс мини-лекций и сегодня мы с вами поговорим об еще одном факторе риска, который называется артериальная гипертония. Казалось бы, что может быть проще? Давление повышено, значит, это болезнь. Но не все так просто, потому что артериальной гипертонией называют и фактор риска, артериальной или гипертонической болезнью называют болезнь, и в то же время артериальная гипертония – это синдром при ряде других заболеваний. Вот такая простая и в то же время непростая нозология. Итак, термин «гипертоническая болезнь» был предложен Лангом в 1948 году, и он определялся как хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является повышение артериального давления, не связанное с выявлением явных причин. Основной диагностический критерий артериальной гипертонии – это повышенное артериальное давление, но измеренное оно должно быть определенным образом. Чуть позже мы с вами об этом поговорим, потому что в норме артериальное давление тоже повышается. Если вы измерите артериальное давление у тяжелоатлета, который поднимает 200 кг штангу, то оно будет тоже очень высоким. Если вы измерите артериальное давление сразу же после того, как человек вскопал большое количество грядок или выполнял другую физическую работу, оно тоже будет повышено, и это нормальная реакция нашего организма. Другое дело, что артериальное давление очень быстро приходит в норму после физических нагрузок. И сам факт его повышения, то есть нужно все время смотреть, где и когда это давление было зафиксировано повышенным, с чем это связано. Мы с вами великолепно знаем и о том, что существует такой синдром белого халата, когда человек начинает нервничать в присутствии врача, и у него тоже физиологически повышается давление. Поэтому существуют определенные правила измерения офисного давления, о которых мы сегодня подробно поговорим. Итак, что же является причиной артериальной гипертонии? Ну, причина остается до конца не выяснена, хотя на первом месте из всех факторов риска стоит возраст. Помните, мы с вами говорили о том, как меняются сосуды с возрастом. Они становятся менее гибкими, они теряют свою эластичность, пульсовая волна более жестко бьется в такие более твердые стенки, одно идет за другим, и сосуды сужаются, и таким образом происходит повышение артериального давления. То есть возраст – это и естественное старение сосудов, одна из причин, собственно, повышения артериального давления. Но не только. Этому способствует и избыточная масса тела, соответственно, и ожирение, способствует и повышению артериального давления наследственность. Так, наследственная предрасположенность у людей, у кого у родителей было повышение артериального давления, они в два раза чаще страдают повышениями артериального давления. Кроме этого, повышение давления способствует избыточное потребление натрия. И если вы поспрашиваете своих пациентов, что они ели накануне повышения артериального давления, очень часто лишняя селедочка бывает таким триггером, который является причиной даже гипертонического криза. Словопотребление алкоголем и гиподинамией – все это факторы, способствующие, предрасполагающие к повышению артериального давления. Если говорить о патогенезе повышенного артериального давления, то в его основе лежит повышенный уровень ренино-ангиотензиновой системы. Итак, активация ренино-ангиотензиновой системы и связанной с ней симпатоадреналовой системой, в том числе продукция минералокортикоидов, приводит к нарушению барорецепторного звена системы центральной регуляции артериального давления, дисфункции уплотнения эндотелия сосудов разного калибра, нарушение мембранного транспорта и увеличение реабсорбции натрия в почках. Таким образом увеличивается объем циркулирующей крови. И все механизмы повышения артериального давления мы с вами видим в действии. Но главное из всего достаточно сложного набора терминов, которые я сейчас озвучила, нужно помнить, что в основе всех этих процессов лежит повышенный тонус ренино-ангиотензин-альдостероновой системы, которая провоцирует активацию всех других систем, способствующих задержке жидкости в организме и повышению артериального давления. Это важно знать, когда мы будем с вами назначать препараты для того, чтобы снизить активность этой системы и понимать механизмы повышения артериального давления. Гемодинамически происходит повышение общего периферического сосудистого сопротивления, увеличение сердечного выброса или минутного объема крови, увеличение объема циркулирующей крови. И все эти механизмы приводят к повышенному артериальному давлению. Если мы будем говорить о МАКБ, то помните, мы говорили под буквой Ай всех кардиологические заболевания. Итак, Ай-10 – это эссенциальная гипертония, высокое кровяное давление. Ай-11 – это гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца. 12 – с преимущественным поражением почек. 13 – и сердце, и почек. И 15 – это вторичная гипертония. Это отдельная тема, о ней мы поговорим в отдельном занятии. Итак, диагностика артериальной гипертонии. Что в нее входит? Ну, естественно, стандартный набор. Выяснение жалоб и сбор анамнеза. Повторные изменения артериального давления. Об этом подробно говорим. Объективное обследование, лабораторные инструментальные методы исследования, исключение вторичных артериальной гипертонии при необходимости. И оценка общего сердечно-сосудистого риска. И тут мы снова возвращаемся к той лекции, которая была в прошлый раз вообще о факторах сердечно-сосудистого риска. Ну, давайте их кратко повторим. Для этого вспомним нашего литературного героя. Это Обломов. И вот, вспоминая его, сразу мы видим человек малоподвижный, курящий, который ночью храпит с ночным апноэ, который пьет алкоголь, нарушает диету, ест много соли. И если мы говорим о половой сфере, то у мужчин это эректильная дисфункция, а у женщин это повышение артериального давления во время беременности. Наличие артериального гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и заболеваний почвих у родственников тоже являются факторами риска. Время установления диагноза также нужно выяснять при сборе анамнеза у пациента. То есть зачастую пациенты уже приходят с установленным диагнозом, а поэтому важно выяснить время его установления. Обязательно посмотреть, какие записи по контролю артериального давления уже есть у пациентов. Собрать анамнез по сопутствующим заболеваниям для того, чтобы исключить симптоматические гипертонии. Если пациент уже принимает лекарственные препараты, то конечно мы должны спросить, какие препараты он принимает и насколько регулярно. Это очень важно. История течения менопаузы, текущую терапию, эффективность и переносимость препаратов и приверженность к лечению. Все эти пункты мы обсуждаем с пациентом при сборе анамнеза. Каких-то специфических жалоб обычно не существует. Пациенты отмечают головную боль, тяжесть, утомляемость. Но специфических жалоб по повышению артериального давления, как правило, не бывает. Признаки вторичной гипертонии. Ну вот здесь я позволила себе немножко пошутить и нарисовать такого старого еврея, который говорит, ну а теперь о том, на что обращать внимание не надо. Ну то есть по принципу исключения. Если молодой возраст, то мы прежде всего будем думать о симптоматической гипертонии, если внезапное развитие опять за симптоматическому, заболевание почек, употребление наркотиков, контрацептивов, эпизоды вегетативных кризов, потливости, головных болей, тревоги, сердцебиение, приступы мышечной слабости, признаки заболевания щитовидной железы. Все это не о эссенциальной гипертонии. Это все о вторичной артериальной гипертонии, о которой мы поговорим в другой лекции. Поэтому вот так, немножечко от обратного. Как же мы осматриваем пациентов? Ну здесь осмотр начинается прям сразу с факторов риска, потому что первое, что обычно определяет медсестра, это рост, вес, окружность талии для того, чтобы определить, есть ли у пациента такой фактор риска, как ожирение. Всех хорошо знает индекс Кетли, который определяется как соотношение между весом в килограммах, вы видите вот в данном случае на примере 67 килограмм, делится на удвоенный рост в сантиметрах. Ну естественно так сложно каждый раз определять не надо, потому что существуют определенные таблицы между ростом и весом, которые уже сразу говорят, в какую группу риска попадает человек. Если мы вернемся, то вот дефицит массы тела, если индекс массы тела меньше, чем 18 с половиной, и вы знаете, что в некоторых странах, чтобы девушки не худели, то принято, что если у них индекс массы тела меньше 19, то их не берут в модели, то есть вот ниже не берут, не нужны никому дистрофики. Нормальная масса тела 18 с половиной, 24,9, избыточная 25, 29,9, но это еще нормальная, и выше 30 начинает уже ожирение первой степени, второй, третий, высокие, очень высокие, чрезвычайно высокие риски. Ну чтобы так каждый раз не мучиться, не рассчитывать, вот существуют такие таблички, вот у нас она тоже на сайте есть, если хотите, распечатайте, и вы сразу же по соотношению роста и веса определите, к какой группе риска относится данный пациент. Еще я хочу сказать, что такие таблички существуют и для детей, хотя, конечно, мы здесь не определяем группу риска, но они есть и тоже имеют значение в определенных ситуациях. Выглядят они следующим образом для девочек и мальчиков. Зачем измеряем окружность талии? Ну, во-первых, жировая ткань в области живота, абдоминальный жир, ассоциируется с более высоким риском, чем подкожный жир. При окружности талии более 94 сантиметров у мужчин и 80 сантиметров у женщин, мы даем рекомендацию, что уже не следует набирать вес. А если окружность талии более 102 сантиметров у мужчин и 88 сантиметров у женщин, то рекомендовано снижать вес. Также очень важно соотношение индекса талия-бедра. Если, ну, смысл этого индекса, что талия всегда должна быть меньше, чем бедра. Если это соотношение меняется в обратную сторону, то это также неблагоприятный прогностический признак. Оценка неврологического статуса – это оценка сознания, ориентировки во времени и месте, умственное развитие, соответствует ли оно возрасту, внимание, память, эмоциональное фото, отношение к своему заболеванию, поведение при исследовании, оценивается речь больного, как он формулирует фразы, сохранность целенаправленных действий, оценка движений, объема силы, призвольных движений, оценка функций черепно-мозговых нервов. Ну, хотя бы общую оценку неврологического статуса надо проводить, опять же, для выявления неврологической симптоматики и каких-то вторичных гипертоний. Фундоскопия для выявления гипертонической ретинопатии. Ну, я еще раз вам напомню, что все, что я говорю, я практически озвучиваю. Российские рекомендации по ведению артериальной гипертонии, которые были приняты в 2020 году, то есть это самые последние рекомендации. И это все написано в этих рекомендациях, это то, что наши российские врачи должны проводить на своем приеме. Итак, фундоскопия. Обычно для этой процедуры посылают к офтальмологу, но на самом деле совершенно небольшой приборчик, офтальмоскоп, мог бы решить и сэкономить время как врача, так и пациента. Вот. Тем более, что те сосудики, которые видны на глазном дне, это практически, это картинка, вот как выглядят сосуды по всему организму. Это очень точный метод диагностики. Ничто нам не даст настолько четкое представление, в какой стадии находится артериальная гипертония, как картинка глазного дна. Итак, что же мы с вами можем видеть по изменению глазного дна через офтальмоскоп? На самом деле, это картина реально того, что происходит с сосудами везде по всему организму. Просто на глазном дне эти сосуды видны, прям вот без дополнительных методов, только через офтальмоскоп. И что же мы можем там увидеть? Первая стадия – это сужение артерий и расширение вен. Вторая стадия – атеросклероз в сетчатке, сужение светового рефлекса, симптомы медной и серебряной проволоки, симптомы салюса. Третья стадия – англиосклероз, нейропатия, кровозлияние в сетчатку, ее отек, ишемия, отеки зрительного нерва, образование фигуры звезды. Ну вот на картинке перед вами, наверху, это первая стадия, ниже – это вторая стадия, это, соответственно, правый и левый глаз. А вот симптомы салюса. Позволю себе напомнить вам, что это такое. Симптомы салюса гуна – это когда на глазном дне мы видим, что уплотненная артерия смещает вену. Это симптом артериола венозного перехлёста, то есть артерия накладывается на вену, и поскольку она более уплотнена, она начинает эту вену смещать. И если на первой стадии симптома салюса мы видим сужение вены, вот как на самом левом рисунке, то далее образуется венозная дуга, то есть артерия так пережимает вену, что вену вынуждена образовать дугу. И уже в третьей стадии образуется кажущий перерыв вены. Эта вена вдавлена в глаз и производит такая картинка. Все эти симптомы образуются на второй стадии артериальной гипертонии. Также на глазном дне мы можем видеть симптомы диапетической ангиопатии. Даже не надо смотреть анализ на глюкозу крови, просто мы посмотрели глазное дно. Итак, первый признак внутриглазного диабета – это венозный стаз и симптом ягод клюквы. Развесистая клюква, можем назвать так, чтобы лучше запомнилось. Это вот вы видите на картинке маленькие такие точечки, клюковки, которые располагаются вокруг сосудов. Это симптом того, что диабетическая ангиопатия, и таким образом мы с вами, терапевты, можем поставить диагноз до того, как пациент попал к эндокринологу. Все видно невооруженным, офтальмоскопом глазом. Пальпация сердца. Перед вами картинка, как это делается. При пальпации сердца оценивают верхушечный толчок, в норме он находится по средней ключичной линии, 1 см слева. Сердечный толчок, он в норме не определяется, находится он в эпигастральной области. При гипертрофии или дилатации правого желудочка он начинает определяться, но обычно это бывает при поражении правых отделов сердца и легочной гипертензии. Также в осмотр сердечной области входит пальпация крупных сосудов. Пальпацию магистральных сосудов начинают с определения систолического дрожания в области основания сердца, затем пальпируют второе межреберье справа, восходящий отдел аорты, и слева это ствол легочной артерии. В еремной ямке пальпируют дугу аорты, определяют пульсацию сонных артерий. Ну, избыточные пульсации – это все патологические состояния, которые возможны при аналилизме сосудов. Аускультация сердца. Вот здесь все очень интересно. Обычно врачи привыкли почему-то писать такую фразу, что тон из сердца приглушен, но типа все плохо. На самом деле при артериальной гипертонии, если еще не развилась сердечная недостаточность, первый тон громкий, сердце бьется с повышением артериального давления, он ясный, четкий, повышенный первый тон. Второй тон акцентуирован на аорте, потому что левый желудочек под большим давлением выталкивает кровь именно в аорту, и таким образом повышается громкость второго тона на аорте. Естественно, что при развитии сердечной недостаточности громкость тонов уменьшается и становится приглушенной. Также при артериальной гипертонии могут появиться третьи и четвертые тонны, а также систолический шум, если происходит расширение метрального отверстия. Но мы должны с вами запомнить, что очень выраженный первый тон – это признак повышенного артериального давления, но ни в коем случае не приглушенность тонны. Также правильно послушать и почечные сосуды. Перед вами картинки, на которых показано, как это делается на передней брюшной стенке и со спины. Почему? Да потому что при стенозе почечных артерий, которые очень часто являются причиной повышенного артериального давления, будет выраженный систолический шум в проекции этих артерий. Тоже относится и к брюшному отделу аорты. Систолический шум в этом месте может говорить о стенозе этих артерий. У взрослых обычно данная патология бывает у детей врожденная, но у взрослых с развитием атеросклероза эта патология тоже возможна, и поэтому грамотно было бы это посмотреть. Также отдельно сделаны рисунки, потому что в предыдущей рисунке показано, где это выслушивается, но насадка для выслушивания этих артерий неправильная. Вот здесь на картинке, очень долго я искала, чтобы найти правильную картинку, это аускультация аорты правильной насадкой фонендоскопа. То есть такая конусовидная насадка, она специально сделана для выслушивания сосудов. Самый главный метод исследования, тот, который дает абсолютное доказательство того, что у человека артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь, и это измерение артериального давления. Точность измерения артериального давления и, соответственно, диагностика артериальной гипертонии, определение ее степени тяжести, зависит от соблюдения правил по измерению артериального давления. Следовать использовать стандартную манжету, которая представляет собой манжету 12-13 см шириной и 35 см длиной. Вы видите приблизительно соотношение между шириной и длиной. Она работает для большинства пациентов, однако необходимо иметь манжеты большего и меньшего диаметра в зависимости от окружности плеча. И соотношение между длиной манжеты и ее шириной должно сохраняться. Соответственно, для очень худеньких девочек нужна более маленькая манжета, для более полных людей более широкая манжета. Это все влияет на правильность измерения артериального давления. Что нужно сделать? Сесть на стул, спина прямая, расслабить ноги. Они не должны быть скрещенными. Не использовать аппараты на пальцы или запястье. Это для скринингов. Обнажить руки. Очень важный момент. Сколько раз можно видеть, как поверх свитера или водолазки, да ладно, она тоненькая, измеряется артериальное давление. Это неправильно. Нужно обнажить руку, на которой будет производиться измерение артериального давления. Положить эту руку на стол. Закрепить манжету на середине плеча на уровне сердца. Нижний край манжеты должен быть на 2,5 см выше локтевой ямки. Между манжетой и плечом должен проходить палец. Такая должна быть жесткость наложения этой манжеты. Необходимо быстро накачать воздух в манжету до 60 мм втутного столба. Затем нагнетать по 10 мм втутного столба до исчезновения пульсации. И дальше еще 30 мм. Спускать воздух со скоростью 2 мм в секунду. Первый удар пульса соответствует систолическому артериальному давлению. Прекращение ударов соответствует диастолическому артериальному давлению. Манжета должна располагаться на уровне сердца. При этом необходимо обеспечить поддержку спины и руки пациента для избегания мышечного напряжения и изометрической физической нагрузки, приводящей к повышению артериального давления. Пациент должен находиться в положении сидя в спокойной, комфортной обстановке с течения 5 минут до начала измерения давления. Следует произвести 3 измерения артериального давления с интервалами в 1-2 минуты. Дополнительное измерение необходимо только в том случае, если первые 2 результата отличаются друг от друга на 10 мм втутного столба. Регистрируется артериальное давление, являющееся средним из двух последних. Дополнительные измерения артериального давления могут потребоваться у пациентов с нестабильными показателями артериального давления, а также вследствие нарушения ритма. Например, при фибрилляции предсердий. И в этих случаях необходимо использовать ручной аусклютативный метод измерения, поскольку большинство автоматических устройств не валидировано для измерения артериального давления у пациентов с фибрилляцией предсердий. Итак, какие же ошибки? Очень часто, гораздо чаще, чем мы можем себе представить, допускают врачи при измерении артериального давления. Рука находится ниже уровня сердца. Результаты измерения завышаются. Пациент сел, откинулся, что правильно, но положил руку на коленку. И вот его давление, а тонометр лежит на столе. Рука находится выше уровня сердца. Это происходит тогда, когда пациент положил руку на стол, а врач положил тонометр на стул, ближайший, потому что на столе, например, не было места. Тогда результат измерения будет занижаться. Нет опоры для спины. Мы уже обращали внимание на этот пункт. Опора для спины нужна. Аритмия. При аритмии результаты измерений будут все время колебаться. Тогда мы берем среднее значение. Манжета надета слишком туго. Это тоже неправильно. Тогда артериальное давление будет завышаться. Манжета надета поверх одежды. Большая погрязность в измерении давления. Так просто делать нельзя. Это надо запомнить. Измерение артериального давления в кабинете врача должно закончиться тем, что у врача в истории болезни есть несколько записей. Правая рука сидя. Это для примера. Такое-то, такое-то, такое-то давление. Три раза надо измерить. Левая рука тоже такое-то, такое-то давление. Тоже три раза надо измерить. Показатели берутся двух последних. Средний из двух последних. Кроме того, рекомендуется измерять давление, если это первый раз вы видите этого у пациента, и непонятен генез артериальной гипертонии, рекомендуется измерять давление стоя и лёжа для исключения различных гипотензивных состояний. Но, кстати, это же рекомендуется при приёме гипотензивных средств, когда идёт подбор гипотензивной терапии. Но наряду с измерением артериального давления обычно проводится и оценка пульса. Ну, тут показано, как измеряется методология измерения артериального давления в положении стоя и лёжа. Если мы говорим о положении, о вертикальном положении, то необходимо измерять артериальное давление на первой и третьей минуте после перехода в вертикальное положение из положения сидя всем пациентам при первом посещении для исключения ортостатической гипотензии. Во время последующих посещений врача может быть целесообразно измерение артериального давления в положении лёжа и стоя пожилым пациентам, пациентам с диабетом и пациентам, имеющим другие причины для развития ортостатической гипотензии. Итак, эти два положения должны дать нам информацию о наличии ортостатической гипотензии у пациента. Уж раз мы стали говорить о том, где можно измерять артериальное давление, давайте покажем, как измеряется артериальное давление на ноге. Это делается редко, поэтому здесь приводится картинка, методология, как это делается. В каких случаях это бывает? При коортации аорты, когда давление на ногах и на руках будет значительно различаться. Классификация артериального давления. Ну, здесь я позволила себе внести такую аналогию с дорожными знаками. Это только для того, чтобы просто проще всё запоминалось. Дело в том, что эти уровни артериального давления, они меняются. Меняются практически каждые 10 лет, граница становится всё ниже и ниже. Когда я училась в медицинском институте, давление между нормой и патологией было 160 на 100. И мы эту границу вызубривали и думали только об этих цифрах. Сейчас по американским рекомендациям граница между нормой и патологией это 130 на 85. В российских рекомендациях граница между первой степенью артериальной гипертензии и высоким нормальным давлением 140 на 90. И мы с вами работаем в этих цифрах, но стремимся к цифрам 130 на 85. Итак, 130 на 85 по российским рекомендациям это высокое нормальное давление. При артериальной гипертонии первой степени это граница 140 на 90. Вот мы это должны очень хорошо запечатлеть эту картинку в своей голове. Если гипертония второй степени, то это давление 160 на 100. Причем совершенно неважно, какое из артериальных давлений выше этого показателя. Если у вас будет давление 140 на 100, все равно эта гипертония будет отнесена ко второй степени гипертонии. Если будет 170 на 90, то, соответственно, тоже вторая степень артериальной гипертонии. Ну и если граница 180 на 110 тоже будет преодолена, то речь уже идет о третьей степени артериальной гипертонии. Это уже все очень-очень-очень серьезно и очень опасно в плане осложнений и вообще дальнейшей продолжительности жизни. Ну, рутинное обследование пациентов с артериальной гипертонией. Тут я себе тоже позволила нарисовать такого вот сомневающегося еврея, потому что на самом деле все эти показатели говорят о других факторах риска. Если мы с вами правильно измерили артериальное давление и правильно собрали анамнез, то мы уже уверены, что мы этому пациенту можем поставить диагноз артериальной гипертонии и отнести его к определенной степени артериальной гипертонии в зависимости от уровня артериального давления. Что мы выясняем дальше? Другие факторы риска. Ну, смотрите, это перед вами выдержка из российских рекомендаций. Рутинное обследование пациентов с артериальной гипертонией. Гемоглобин или гематокрит. Для чего? Ну, потому что если у пациента ко всей этой картине прилагается еще и анемия, то это только усугубит ситуацию и будет провоцировать развитие других более серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, клинику это тоже очень сильно усугубляет. Пациенты очень плохо себя чувствуют при наличии анемии. Глюкоза. Это мы определяем такой фактор риска, как гипергликемия и, соответственно, риск развития сахарного диабета. Липиды крови. Опять, гиперлипидемия. Просто липиды крови это уже неинтересно. Общихолестерин это рутинная действительно такая процедура. Обязательно нужно определять холестерин липопротеидов низкой и высокой плотности. Триглицериды тоже входят в эту группу. Калий и натрий. Мы же с вами говорили, что при повышении артериального давления меняется соотношение этих ионов. И, конечно, это имеет большое значение и в плане диагностики почечных заболеваний и любых других нарушений обмена. Мочевина, креатинин, анализы мочи – это все тоже на исключение по методу от обратного. Поэтому такой хитрый сидит у нас немолодой человек по методу от обратного исключения почечных причин артериальной гипертонии. ЭКГ в 12 отведениях. Ну, на самом деле ЭКГ – это очень хороший метод исследования, когда мы говорим о нарушениях ритма и проводимости. Вот там ЭКГ будет 100% абсолютным диагнозом того или иного заболевания. В плане артериальной гипертонии мы косвенно можем посмотреть, не развилась ли гипертрофия левого желудочка. Но больше от ЭКГ вряд ли мы какой-то дополнительной информации получим. Дальше список исследований, которые проводятся при обследованиях по поводу резистентной артериальной гипертонии или, если этот диагноз не ясен, дополнительные исследования, в том числе суточное мониторирование артериального давления, ну и все другие методы исследования, которые приведены на этом слайде. Итак, примеры формулировки диагноза. Мы с вами диагностировали артериальную гипертонию осмотром пациента, правильным измерением артериального давления, сбором анамнеза и исключением симптоматических гипертоний. Итак, сам диагноз. Гипертоническая болезнь. Дальше вы видите на примере, дальше пишется стадия. Это тот пункт, который мы не проговаривали. Стадия гипертонической болезни формулируется следующим образом. Первая стадия – повышение артериального давления без осложнений, без повреждений органов мишени. Если в этот процесс вовлекаются уже другие органы мишени, они повреждены, то мы говорим, что это гипертоническая болезнь второй стадии. Если вы посмотрите на пункт номер 2, то там гипертоническая болезнь второй стадии, и вот в центре гипертрофия левого желудочка. Это поражение органов мишени, уже пошло изменение левого желудочка, и поэтому в данном случае поставлена гипертония второй стадии. Третий пример – тоже гипертония второй стадии, и мы тоже видим, что тут указан в диагнозе, почему второй стадии, потому что осложнение, поражение органов мишени, гипертрофия левого желудочка. Здесь нет примера третьей стадии. Третьей стадии, когда к гипертонической болезни присоединяется ишемическая болезнь, сердце, инфаркт, инсульт, то есть уже другие сердечно-сосудистые заболевания. Тогда мы ставим гипертонию третьей стадии. Вернемся к нашему примеру. Гипертония первой стадии, и дальше стоит степень артериальной гипертензии 1. То есть мы понимаем, что это артериальная гипертония в пределах до 160 на 100 мм ртутного столба. Что дальше пишется в диагноз? Какие факторы риска удалось выявить? Гиперлипидемия. В данном случае риск обозначен как средний, то есть риск номер 2. И обязательно в конце диагноза указывают цифры целевого давления, которому нужно вести этого пациента. На каком давлении этот пациент должен находиться при адекватной терапии. Итак, целевое давление менее 130 на 80. Разберем второй пример. Гипертоническая болезнь второй стадии, потому что это гипертрофия левого желудочка. Неконтролируемая артериальная гипертензия, то есть нет подбора нормальной гипотензивной терапии. Выявляем факторы риска. Нарушенная гликемия натощак, гиперлипидемия – это все факторы риска. Их совокупность дает пациенту высокий уровень риска на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. И артериальное давление, к которому мы стремимся привести этого пациента, ниже чем 130 на 80 мм штутного столба. Еще один пример. Гипертоническая болезнь второй стадии, значит, будет какое-то поражение органа мишени. В данном случае это гипертрофия левого желудочка. Дальше неконтролируемая ага, нет подбора нормальной терапии. Гиперлипидемия – фактор риска. Ожирение второй степени – фактор риска. Нарушение толерантности к глюкозе – тоже фактор риска. Альбуминурия высокой степени – это уже фактор риска на поражении почек. И это тоже можно рассматривать как поражение органов мишеней к гипертрофии левого желудочка. Общий риск сердечно-сосудистых заболеваний – 4, то есть очень высокий в данной ситуации. И целевое давление, к которому надо стремиться при таком высоком риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, составляет 139 на 80 мм штутного столба. Ну что ж, уважаемые друзья, мы с вами разобрали, как диагностировать артериальную гипертонию, как правильно измерять артериальное давление. Это все несложно, рутинно, понятно. Но надеюсь, что какие-то точечки для себя, какие-то акценты вы поставили. И эта лекция была для вас полезной. Я жду ваши вопросы. До свидания. На следующем занятии мы поговорим о лечении артериальной гипертонии. До новых встреч!